Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Вот и настала новая эра процессоров AMD. Красный чипмейкер официально показал нам архитектуру Zen 3, которая лягла в основу процессоров Ryzen 5000. Ну и нам раскрыли немного карты про новую видеокарту Big Navi. В этом видео я кратко расскажу вам о новинках, показанных на презентации. Ну а перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Презентация как всегда началась с воспоминаний. Очень долго вспоминали про первое поколение райзенов. Затем Лиза Сура сказала насколько она довольна тем, что райзены стоят в консолях. А затем опять начали вспоминать прошлое, которое их привело к Zen 3. Упомянули, что до прихода райзена процессоры очень долго развивались, как бы намекнув на отсутствие конкуренции. А затем нам рассказали об особенностях новой архитектуры. AMD открыто заявила, что сделали то, чего от нее хотели все, увеличивая производительность на ядро. Главной целью при обновлении архитектуры было добиться лидерства на рынке, которое уже давно было за их конкурентами. Упомянули, что раньше был рост производительности примерно на 15% инструкций за такт. А вот в Ryzen 5000 мы сделали целых 19% прироста IPC по сравнению с Zen 2. Также стали больше частоты, а все ядра теперь находятся в одном CCX, о чем в целом и было известно заранее. Затем AMD еще раз похвасталась, что это самый большой прирост во всем поколении Zen. И сказала, что работа с ОЗУ теперь стала еще быстрее. Правда особо в подробности они не вдавались. Но зато рассказали, что кэш теперь единый и составляет 32 мегабайта. Раньше же было два модуля по 16 мегабайт. Затем нам похвастались энергоэффективностью. По словам AMD, производительность на ватт выросла в 2,4 раза по сравнению с Ryzen 7 1800X. И затем сделали разгромное заявление, что энергоэффективность 2,8 раза лучше, чем в Core i9 10900K. Затем немного отдалились от темы и упомянули, что в разработке уже Zen 4 на техпроцессе 5 нанометров. Затем на сцену вернулась Лиза Су и показала нам тот самый Ryzen 9 5900X. Процессор получил 12 ядер и 24 потока, частоту буста до 4,8 ГГц и суммарный объем кэша в 70 мегабайт. А TDP практически флагмана составляет всего 105 Ватт. Затем она позвала на сцену тестировщика игр, который рассказал нам насколько большой прирост мы все-таки получим. Он сказал, что в тесте использовались две одинаковые системы и просто менялся процессор. Но какая видеокарта была установлена он нам не сказал и сразу же запустил бенчмарк Ларки, в которой Ryzen 9 3900X показал 141 кадр, а Ryzen 9 5900X 181 FPS. Прирост составляет 28% по среднему FPS. Также он упомянул, что это действительно большая цифра. Но это то, чего хотят наши пользователи. И ради них мы это сделали. Дальше нам показали таблицу с приростом производительности в играх. Самый большой прирост кадров можно отметить в Лиге Легенд и в CS GO. Около 50%. В общем самый большой прирост по словам AMD там, где требуется производительность на ядро. И AMD нам заявила, что средний прирост в играх составляет 26%. Дальше нам показали тест Cyanobench, в котором соревновались Ryzen 9 5900X и Core i9 10900K. А в производительности на ядро новинка AMD выбила 631 балл, а 10900K довольствовался только результатом в 544 балла. А вот дальше нам показали интересную таблицу со сравнением производительности в играх. Как видите флагман AMD превосходит конкурента везде, кроме пятой батлы. Затем на сцену вернулась Лиза Суи и показала нам остальные модели линейки Ryzen 5000. Ryzen 7 представлен 5800X с чуть меньшей частотой бусса, но большей базовой. Он получил 36 Мб общего кэша и такое же TDP как 5900X. А вот Ryzen 5 5600X так и остался в теплопакете 65 Ватт и получил частоты еще чуть ниже. А что же там все таки по ценам? А тут все не так хорошо как хотелось бы. За Ryzen 5 AMD просят 300 долларов. По сегодняшнему курсу это больше 20 тысяч рублей, что однозначно дороже Ryzen 5 3600X. И скорее всего именно поэтому обе линейки останутся на рынке. 5800X обойдется в 450 баксов, а 5900X в 550 долларов. Все эти процессоры стартуют с продажи 5 ноября. Ну и для тех кто хочет и играть и работать они представили Ryzen 9 5950X на 16 ядер. Он получил бусс до 4,9 ГГц и все таки не смог пройти в планку в 5 ГГц. Однако этот процессор побил мировой рекорд Cyanobench. А самое удивительное, что это все при том же TDP в 105 Ватт. Затем нам показали прирост в играх и прирост рабочих задачах по сравнению с Ryzen 9 3950X. А стоить этот процессор будет 800 долларов и выйдет также 5 ноября. Дальше нам решили рассказать про Big Navi и Лиза Су упомянула, что они тоже ее так называют. После снимка видеокарты она показала ее в руках, но сказала, что мы только приоткроем завесу и уже 28 октября расскажем вам подробнее про нее. Она подчеркнула, что это самая быстрая видеокарта, которую они когда либо делали. И в качестве приоткрытой завесы показали нам тест Borderlands, а затем показали тест еще в двух играх. В борде Big Navi набрала 61 кадр в 4К на ультрах. В Call of Duty Modern Warfare 88 кадров, а в пятом Gears of War 73 кадра. Я уже посмотрел на средний показатель видеокарты RTX 3080 в Call of Duty и честно сказать я был шокирован. Она в среднем показывает около 90 кадров. И если AMD нам сейчас показали реальные цифры, то нас ждет монстра на 16 гигабайт, который действительно составит конкуренцию топовой карте зеленых. Но возможно чутка будет ей проигрывать. Но не стоит забывать, что тестировали ее с новыми Ryzen'ами, которые являются самыми быстрыми процессорами для игр и поддерживают тот самый PCI Express. И возможно с Ryzen 9 5900X и 3080 покажет лучший результат. Ну и на этом презентация AMD закончилась. По мере поступления новой информации про процессоры я оперативно буду рассказывать вам в следующих видео. Ну а если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А также напишите в комментариях, как вам все таки новые процессоры. Ждали ли вы такого прироста. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok